18 декабря Ренийский порт отметил 204-ю годовщину своего основания. Каковы перспективы нашего градообразующего предприятия? Об этом пошла речь в нашем интервью с начальником Ренийского филиала АМПУ Юрием Кононенко. Год назад шла речь о том, что хотят объединить филиалы Ренийский, Измаильский, Килия и Ось-Дунайск в один предунайский филиал АМПУ. Идет ли работа в этом направлении или нет? Знаете, это очень, по моему мнению, смелое такое решение. Оно очень многогранно. Есть как много за, так и много против этого всего. Поэтому для того, чтобы это решение принять, действительно принять его правильно, его нельзя принимать в попыхах и быстро. Нужно его полностью проанализировать, просчитать со всех сторон. И с точки зрения социального напряжения, и с точки зрения экономии предприятий, и с точки зрения каких-то логистических цепей. Поэтому это все работа не одного дня и даже не одного месяца. Тут нужно четкий просчет и четкое взвешивание все за и против. После этого, я думаю, что руководство компании сможет ответить на ваш вопрос. То есть, скажем так, пока движений в этом направлении нет? На сегодняшний день при, я вам хочу так сказать, при меньшем уровне перевалки, где-то, например, 35-40% в прошлом году, уровень доходности у нас практически не изменился. То есть, удалось достичь благодаря определенным мерам, как и, знаете, как и стандартным, так и нестандартным. Например, одно из нестандартных, например, благодаря уважаемому мэру Викторовичу Плехову, мы смогли получить налог, уплаты земельных налог и полностью по территории Порту удалось на 12 миллионов сократить расходную часть. И это в любом случае, как говорят, знаете, в Европе, что то, что мы не потратили, мы это сэкономили. Все-таки бюджет потерял немало, но что это дало Порту? Ну, смотрите, здесь несколько, я могу сказать, положительных факторов, которые я хочу отметить. Первое. Мы все прекрасно понимаем, что и очень много об этом говорится, и политика государства ведется к тому, что постепенно многие порты будут передаваться в концессию. А развитие идет за счет частных компаний, за счет частных портовых операторов, терминалов. Так, в принципе, во всем мире, и мы, хотим мы этого или не хотим, мы все равно будем двигаться туда. Да. Поэтому для того, чтобы заинтересовать потенциального конституционера, который бы мог взять бы наш порт. То есть, да, долг есть около 111 миллионов. Путем того, что мы сделали такие каникулы от уплаты налога на землю, соответственно, не вырастет и нагрузка на предприятие. То есть, это будет не 111, да, например, а уже 125. И тут уже любой бизнесмен, любой человек, который, будем говорить так открыто, дружит с цифрами, он будет все считать, выгодно ему или нет. Деньги надо не только зарабатывать, но и экономить, да? Какие работы проводились, например, по энергосбережению, либо по другой экономии ресурсов? Да, вы абсолютно правильно заметили, что деньги нужно экономить. В этом году действует программа энергосбережения. Благодаря этой программе мы не только, как сказать, точечно начали обращать внимание на какие-то проблемы, мы глобально подошли. По поводу энергосбережения. Первое, это обновление котлов, что позволило сэкономить около 10% потребления природного газа. Это обновление металлопластиковых окон и дверей. Мы установили кондиционирование, потому что по нашим замерам, что топить в определенное время не в холодное, правда, не когда минус 1, до 5 градусов, до 7 тепла, кондиционер намного выгоднее, чем природным газом. Пользуясь случаем, мы поинтересовались, будет ли установлено свое место понтон возле морвокзала. Я согласен, что этот причал помогает с точки зрения визуального эффекта и для скрашивания досуг наших граждан. Но, понимаете, сегодня предприятие находится, как сказать, не на том уровне доходности, на котором мы могли бы позволить себе беспрепятственно и спокойно поставить этот причал. Сегодня рынок поменялся, к сожалению. Мы должны задействовать свою инфраструктуру на 100% для того, чтобы наше предприятие работало. А давайте мы поставим вопрос не так. Давайте готовы ли часть сотрудников потерять свои должности ради того, чтобы причал там стоял? Ну, я думаю, что нет. Мы очень стараемся и работаем над увеличением доходной части. И кто знает, может быть, в этом году уровень перевалки немного вырастет, и мы позволим и скрасим жизнь жителям Рени и установкой этого понтона. Но, по крайней мере, мне он нравился, когда он стоял там, потому что я какое-то время прожил на морвокзале. В АМПУ, я так понимаю, что задолженности по зарплате не возникают, здесь все ровненько, да? Нет у нас никаких задолженностей по зарплате. Люди получают зарплату вовремя, аванс и заработная плата каждый месяц. Я понимаю, что мы не сможем сегодняшний день сделать так, чтобы люди получали заработную плату, которую получают в Одессе по определенным обстоятельствам. Но я вам хочу сказать, что многие шаги к этому сделаны, и только при мне было поднятие раз в полгода на 5% мы стараемся это поднимать.